МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все говорят о глобальном кризисе, а подавляющее большинство из 30 с лишним новинок Женевского мотор-шоу, это настоящий автомобильный эксклюзив. Дорогие спортивные автомобили и прочая экзотика. И нам с трудом удалось найти несколько по-настоящему демократичных премьер, которые, меж тем, собирали народу не меньше, чем Бугатти Широн. Это напрямую относится к концептуальному Шкоде Вижн С. Это первый, ну, почти внедорожник от чешского бренда за последние 50 с лишним лет. Здесь эта машина представлена в гибридной версии. ДВС приводит в движение переднюю ось, заднюю ось вращает электромотор. Но первые серийные машины будут более традиционной схемой. Неудивительно, он покоится на уже проверенной новой модульной платформе МКБ, на которой уже построены Volkswagen Tiguan и Skoda Superb. Так что на первых серийных машинах, которые появятся уже в конце этого года, будет использована традиционная схема полного привода. Кстати говоря, о готовности этой машины к серии. Сами чехи оценивают ее на 80-90%. И уже первый, ну, скажем так, почти конвейерный образец мы увидим осенью на мотор-шоу в Париже. Продажу машины поступит в 2017 году, а гибридная версия, возможно, придет в 2018-2019. Интересно, что по размерам Skoda Vision S почти как Volkswagen Touareg, а внешне кажется даже больше, она кажется массивной, серьезной, обстоятельной машиной. Что касается остальных параметров, остальных технических решений, которые будут применены на этом пока еще концепте, мы узнаем чуть позже. Возможно, на нем будет использована и пневмоподвеска, что позволит увеличивать дорожный просвет. А вот что касается понижающей передачи, то ее, увы, не будет. Сегодня такие вездеходы не в моде и уже не в почете. Ну и, конечно, Vision S это название исключительно для выставки. Что касается официального наименования, то оно будет озвучено в ближайший месяц. И есть предположение, что эта машина будет называться Kodiak. Слово искусственное придумано компьютером, но оно удовлетворяет абсолютно все рынки, включая китайский. То есть ни на каком языке нет двусмысленности в произношении этого названия. Это важно. Ну и цена. Применимы к концептам эти цифры, конечно, никто никогда не называет, но есть основания полагать. Поскольку речь идет уже о проверенной существующей платформе, то инвестиции в создание этого автомобиля были не столь грандиозны, как если бы она делалась действительно с чистого листа. Так что цена, скорее всего, будет весьма демократичной. По крайней мере, прямым внутренним конкурентом этой машины будет Volkswagen Tiguan. Так что Kodiak, позволю называть его уже так, однозначно должен быть не дороже. Впрочем, время покажет. А то, что эта машина будет на российском рынке, однозначно. КОНЕЦ